Одесса Спорт представляет о нашем спорте. Оперативно и подробно. Которого вы видите на своих экранах. Должны вам сказать, что в старинном венгерском городе Сомбадхей буквально накануне завершился чемпионат мира по вольной борьбе среди кадетов. Для Одесской области это турнир из числа определяющих, поскольку мы растим большую плеяду молодых спортсменов, на которых будем рассчитывать уже через 4 года. Девушки Одесской области пополнили копилку сборной Украины двумя наградами. Одной золотой, одной серебряной. Подробности через секунду. Уже наши гости. Константин Станков, мастер спорта Советского Союза и Украины, тренер высшей категории по вольной борьбе, тренер детско-юношеской спортивной школы номер 8. Карина Станкова, серебряный призер чемпионата мира среди кадетов, а самое главное бронзовый призер юношеских олимпийских игр, которые мы помним до сих пор. Сергей Пономаренко, участник чемпионата мира, двукратный чемпион Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. В составе сборной Украины поехали четверо спортсменов от Одесской области. По юношам кадетам был спортсмен из Южного клуба «Химик» Барбарош Артур. Также был юноша из нашей школы, спортивной школы номер 8, Сергей Пономаренко, вот он сидит. Которого мы видим, да. Вот, и также две девочки. Девочка из также нашей школы Карина Станкова и также девочка из Белгорода Днестровска Маша Георгиева. Вот. И, естественно, очень было приятно, что столько человек попало за сборную Украины из Одесской области. Все-таки, скажем так... Да, наш край, Одессина и регионы, скажем, начали дышать. Вот. Совершенно потрясающий финал. Победа уверенная. 2-1-5-2 над американкой Мариной Дой. Вы были свидетелем тому. Расскажите, пожалуйста. Вот. Ну, Маша меня действительно и удивила. Не только меня удивила тренера сборной Олега Павловича Сазонова. Вот. Потому что на нее рассчитывали как на турист сначала, да. Потому что на Европе никто... Все думали, ну, проиграла немке там, да, все. И немка там тоже плохо выступила дальше, не продолжила борьбу за медали. Вот. И... Это было на чемпионате Европы? Да. На чемпионате Европы, да. А потом, сразу же через три недели, поездка на чемпионат мира. И все ее считали как просто туристкой. Но я ждал от этой девочки, честно говоря. И отец очень ее надеялся. Говорит, Константин, присмотри за ней там. Ты... Скажу, что ее отец собственный тренер. Да. Собственный тренер, да. И как бы ситуация сложилась следующим способом, скажем так. Первая встреча с турчанкой, она действительно была чуть-чуточку зажата пока. И как только она выиграла турчанку, сразу же первая победа на таких соревнованиях вдохновила девчонку. И было видно в ее глазах, что я могу. И в каждой схватке приходилось не раз веселить ее, взбудораживать, да, ее эмоциональный стан ее немножко поддерживать. Чтобы были эмоции именно перед выходом на ковер. И действительно, с улыбкой выходя, всех начало удивлять схватку за схваткой. И естественно, когда выиграла в полуфинале у монголки, которая выиграла нынешнюю чемпионку Европы, где она участвовала и там не выиграла, да. И теперь, выиграв у монголки, все были удивлены и очень приятно удивлены. Вошла в финал. И в финале, как говорил я Маша, ты ниже второго места не падаешь. Вот. Ниже уже не упадешь. Просто борись. Все. И покажи, на что ты гораздо. И естественно, она в финале так показала раскрепощение полное, настрой великолепный. И выиграла американскую Борису из Америки и очень здорово, очень здорово действительно показала хорошую и технику, и действительно подготовку. И действительно, в Одесской области появилась еще одна звезда, которая действительно, я думаю, в дальнейшем должна заблистать. И, как я говорю, и своим спортсменам, и главное здесь не только один раз выиграть. Один раз выиграть тяжело, да, понятно, но удержать первое место всегда сложнее. Кариночка, расскажите о своем пути. Я знаю, что вы не ездили на чемпионат Европы, готовились к чемпионату мира. Расскажите, как вы к нему подошли, как в Венгрию попали, что вас ожидало? Ну, вообще, как бы, такое лето чуть-чуть напряженное было, потому что у меня, как бы, окончание 11 класса и выпускной всего такого много было, как расслабление минимальных таких. Ну, как бы, это, собственно, почти не помешало. Ну, как у меня перед кадетским чемпионатом мира был молодежный. Там я выступила, ну, как, неблагоприятно чуть-чуть, но это, как бы, мне просто, как опыт. Школа. Я выступила просто на будущее. Как бы, я была там самой юной, самой легкой, и ко мне было некоторое снисхождение. И, как бы, я не поехала на чемпионат Европы по кадетам, чисто потому что я думала, что надо все выхлестнуть именно на чемпионате мира, потому что такое событие только один раз, вот впервые, между прочим, так же самое, как и Сингапур был впервые. Я старалась, пахала, анализировала все, как я должна сделать. Ну, может, какие-то недоработки были, просто я, как бы, сама именно сглупила в финале то, что довела до трех периодов. А у моей соперницы была именно такая вот тактика, чтобы со мной не идти в контактную борьбу и свести по нулям, а там они, может, там... Подождите до финала, я вас не перебью, задам вопрос тренеру и отцу по совместительству. Костя, в мастерстве и таланте вашей подопечной, Карины, уже никто не сомневается, в качестве подтверждения, может быть, наш оператор покажет замечательные часы от президента нашей страны Виктора Януковича, которые были подарены в качестве признания той победы, которая была в Сингапуре, того результата. Сейчас такой очень серьезный период. Во-первых, девочка взрослеет, она становится взрослой, она закончила школу. Как удержать, как вы работаете, чем вы заняты для того, чтобы идти по ровным рельсам к будущим победам? Да, это очень действительно самый важный вопрос. Вопрос, в принципе, для будущего, именно сохранить спортсмена, удержать его каким-то способом, но еще и мало просто удержать, еще и приумножить. Приумножить во многих вещах, допустим, в физическом воспитании еще крепче стать, в отношении тактики и техники еще быть мудрее. И этот вопрос действительно по физиологии, он придет еще больше после 18 лет. И они сами это почувствуют, потому что гормональное буйство у молодежи начинается именно в этот период, 18-20 лет. И здесь те же качества работают и параллельно. Начинается, естественно, встреча с парнями у девочек, а у мальчиков, наоборот, встреча с девушками. И в этот период, естественно, молодежь, которая... Главное, эту энергию направить в мирные цели. Да, и теперь нужно правильное воспитание. Поэтому не зря говорят, олимпийского чемпиона не дрессируют, его воспитывают. Поэтому здесь именно важный сейчас момент еще удержания через правильное педагогическое отношение к детям, для того, чтобы они понимали свой путь дальше и не расслаблялись там, где не нужно. Ну, надеюсь, что удерживать нас будут люди также из борьбы. Я так знаю очень многих ребят, которые действительно хотят помочь на сегодняшний день нашим спортсменам, самым талантливым. И я думаю, что сегодня будет встреча еще с некоторыми людьми, которые также предложили свою помощь в отношении финансирования. И надеюсь, что еще люди окликнутся и будут помогать развитию. Потому что мы все-таки держим путь на Рио-де-Жанейро, который будет в 2016 году. И как раз по физиологии организм расцветает именно уже в этом возрасте, гораздо имея более, скажем, возможности серьезные, естественно. И, естественно, они там могут себя проявить и попасть на Олимпийские игры. И действительно хочется вот этого патриотизма сегодня. Потому что хорошо, как бы при Союзе нам преподавали эти уроки патриотизма, что спортсмен сегодня должен мотивировать не только финансово. Я понимаю, что это главная задача «но» для того, чтобы двигаться дальше. Но без патриотизма нет духовной силы. Потому как дух... Ее просто нет. Организм пустой. Да. Поэтому, когда поднимается флаг Украины, под гимн Украины, это всегда приятно и до слез приятно. Плачешь. И всегда в этом процессе и воспитывается наш дух. Потому как нужна сплоченная команда Украины. И очень прекрасно работает там великий стратег Сазонов Олег Павлович, который действительно готовит кадетскую сборную. И это подтверждение на Европе, когда Сазонов Олег Павлович взял все-таки в команде золотую медаль. То есть первое командное место. И третья команда на мире. Но это успех действительно. Значит, действительно, это говорит о будущем, что в Рио-де-Жанери в 2016 году реальные эти люди, которые сегодня сборную команду защищают, и очень успешно. И выиграем таких команд, как Россия, которые самые сильные по этому виду спорта. И даже команда Японии сегодня едва ли выиграла у нас всего лишь одно очко. Вот. Всего лишь одно очко. Но это действительно настолько шатко. Это показатель. И выиграли очень многие страны, как Америка, Канада. И очень, я не буду перечислять, очень сильные страны, так как Иран даже, которые не смогли превзойти именно женскую сборную. По юношам немножко еще пока вопрос стоит иначе. Но сохранение молодежи все-таки влияет регионы. Вот. Вот каждый должен дома, в своем городе иметь поддержку. Тогда, потому что работа сборной Украины, это только на сборы, на период какой-то, да, этап какой-то. А в основном спортсмен тренируется у своего тренера дома в регионе. Вот в двух словах расскажите. Мы не будем за всю Украину, как говорится, вот о ваших подопечных. Вы в восьмой школе, на поселке Котовского, на улице Героев Сталинграда. Как вы еще строите процессы? Где живете? Чем занимаетесь? Где бегаете? Вот как куются в простых условиях мастера такого уровня? Вот. Скажу просто, надо иметь большое желание прежде всего. И вот это желание, оно постепенно форматируется в этот успех. Потому что сегодня все мешает, чтобы делать что-то хорошее. Просто в стране даже, как говорится, еще пока и кризис, и нехватка всего. Я это все понимаю, но... То есть есть пять блоков, можно найти, а если искать... Да, везде. Если у человека есть настоящее желание, он найдет тысячи возможностей. И нежелание – тысячи причин. Поэтому мы всегда это знаем. И каждая, опять же, новая проигрыш, она порождает 100 новых побед. И это главное тренеру сейчас понимать, что не будет всегда легко. И чем труднее путь, тем он и прекрасен. Именно в этом отношении. Труднее путь в победах также. Победа легкая, она не приносит столько морального удовлетворения. Тяжелая победа, она приносит гораздо выше и вдохновение, и действительно мотивацию выше дает на будущее. Потому что если человек ставит перед собой невозможную задачу и преодолевает эту невозможность, которую ему раньше сказали, что невозможно. Поэтому вот это сегодня спортсмену нужно понимать, что все-таки дальше будет легче. Потому что юноша – это всего лишь отсвечивание на взрослых. И я думаю, что спортсмены из Одесской области действительно регионы сегодня задышали. Я еще раз повторюсь. И много уже из регионов, вот как Маша Георгиева, из города Одессы, конкретно Карина Станкова, Пономаренко Сергей, из города Южного – это же тоже регион. Конечно, при этом такая школа, да. И Клуб Химик тоже сегодня действительно покажет прекрасные результаты в отношении развития вольной борьбы. И в целом, действительно, Детская область начала заниматься очень вплотную, я так понимаю, очень вплотную заниматься юношеским спортом. Потому что именно в юношеском спорте стоят корни взрослой борьбы. Без юношеского спорта сегодня нет мотивации и нет вообще будущего во взрослой борьбе. Мы еще смотрим трезво. Давайте вернемся к событиям чемпионата мира, Карин. Вот я читаю, что первая соперница была канадская спортсменка Ребекка Герман. Они говорят только лестные слова. Вот давайте вы нам расскажете, как было дело. Ну, как бы вообще мы, ну не мы, в основном мой только тренер побаивался этой соперницы. То есть, во-первых, первая схватка, а во-вторых, Канада. Это страна сильная, достойная, тем более среди девушек. Мы всегда боролись с Канадой, Японией и Россией. Очень сильно и вплотную. Мой отец и тренер, он как бы побавился немного этой первой схватки, потому что канадки я проиграла на Олимпиаде. Ну, а эта девочка с ней рубится как бы на рамках. И я вышла уверенно с счетом 6-0, 4-0. Сознавание передай привет подружке. Да. Подружке привет. Как бы и уверенно ее выиграла. И отец, собственно, был в восторге от этой схватки. Я так думаю. Да, очень. И как бы он увидел, что начало соревнований как бы хорошее. Хороший толчок. Да, хороший толчок. И как лавина, как бы к финалу я накоплю всю силу и выдам все. Ну, день это дня не легче. Вы попали на известную россиянку, да, Анжелу Катаеву, которую знают в мире. Да, эта девочка очень достойная соперница. Как бы опять Россия. Как я сказала, Япония, Россия, Канада. Именно эти три нации мне попались. И как подошел один российский тренер. Да, подошел один российский тренер и сказал моему отцу, Украина, вы умеете тянуть жеребий? Говорит, я с вами в казино не пойду. Как бы он так выразился, что у меня самое тяжелое жеребие, что попался вообще когда-либо кому-то. Да. У меня в группе была чемпионка Европы из Италии. От этого нынешнего года. Чемпионка Азии Японка. И много девчонок, как бы, тоже сильные, как нации, как борчихи, как борицы. Борчихи. Ну, борчихи, борицы, ну, кто как называет. Ну, точного определения нет. Ну, да, в толковом словаре говорит, что борчиха правильно. Да. Ну, собственно, так. Ну, это не важно. Да. И, как бы, в моей пульке, то есть, как называем, в моей группе были самые, как бы, достойные соперницы. И я, как бы, с этой второй моей соперницей, россиянкой, Катаевой, разобралась в три периода, но без всякого волнения. Ну, говорят, борьба была очень яркая, очень такой напряженная, напряженная. Техничная, но, как бы, уверена. Не было никаких, как бы, сомнений, что я там оступлюсь или дам слабинку или что-то такое. Нет. Абсолютно уверенно шла к полуфиналу, вот, постепенно. И потом в полуфинале японка. В фамилии я выговорить не смогу. Почему я могу? Там все очень просто. Ирина Абе ее зовут. Абе. Она очень крупная, может быть, называют Абе, да. Очень крупная, производит впечатление человека. Вы выступаете в весовой категории, где чуть-чуть перебор, да? То есть, вы легче немножко. 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 А она, как бы, вроде, и тяжелее значительно. Ну, да. Вот, собственно, мы видим. А, нет. Или, да, мы видим фотографии. Нет, это с первой схватки канатка. Возможно, нам операторы покажут фотографию японки. Тогда наши зрители поймут, о каких неравных силах мы говорим. Это мои восторги. Ваши счастливые восторги. Да, расскажите, пожалуйста, о том, как происходила эта схватка в трех тоже, да? Честно, это самая тяжелая схватка в моей жизни была с японкой. Она была очень, она была, как можно сказать, на последних каплях воли. Это, честно, я, у меня настолько, я аж в конце аж крикнула. Я просто, когда выиграла, у меня аж вот этот рев, аж вырвался. Просто это невозможно передать словами, это только одни эмоции. Как бы борьба шла напряженно. Первый период, да, я выиграла. Второй период я чуть оступилась. Но у нас такой именно каламбур борьбы техники вот был. Именно и она достойный соперник. Она в Японии же хорошо развита дзюдо, да? У них там очень хорошо развита. И она очень бросковая именно вот эти вот дзюдоистские приемы. Вот эти вот. И она хорошо кидает такими приемами, как кочерга. Вот, ну, это как бы в нашем. Да, да, именно. Вот кочерга, бедро, такие вертушки. Именно вот эти вот бросковые приемы. То есть она здоровенькая девочка. Заимствованная техника и хороший уровень. Да, заимствованная техника и крепкой физической формой, да. Она может легко выполнять эти приемы. Ну, я как бы с ней боролась, но она такая скользкая. Ну, вот, хоть она вроде и большая, вот, да, вот сама по комплекте, но она очень такая мягкая, техничная такая, да. Японская рыбка, рано или нет. Да, 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 вот именно такая. И как бы я когда с ней боролась, третий период, и как бы это усталость, и она устала, и я устала. А я такая себе думаю, вот именно прямо на протяжении схватки, да, как бы такие мысли, думаю, как же я устала. Потом такая думаю, блин, а что, она не устала? Она не устала, она же боролась со мной столько. И она и мокрая, и дышит тоже часто, и я мокрая дышу часто. Ну, почему, что я там даром столько работала, пахала, удивить кого-то надо все время, и мне это удивление приятно приносить людям. И я так подумала, вот эти все мысли так быстро, в одну секунду проникли в голову. И я вот, когда выиграла... Кажется, ей хуже. Да, ей хуже сразу, и как бы этот блеск в глазах, и дым в ушах, и сразу вот эта вот победа как-то пришла, эти баллы пришли легко, как бы можно сказать. Ну, 3-0, 3-0. Да, 3-0. В третьем периоде 3-0. И таким образом вы попадаете в финал, но здесь незадача, как минимум, в том, что капитан сборной Венгрии, да, то есть основная спортсменка своей сборной, Венгрия хозяева соревнований, рассказывали, что гул был такой, как бы, ну, не в вашу пользу, что вам просто не давали услышать друг друга с папой. А у меня такое часто. У меня на прошлом чемпионате Европы с Итальянкой я боролась, то же самое было, публика неимоверно раскрашенными лицами, с флагами, с дудками, с всякими барабанами, но это меня не пугает и не смущает ни в коем случае. Ну, вы сказали, что это мы уже в Одессе проведем, когда мы их закричим так, что они не услышат друг друга точно. Я думаю, мы именно это и сделаем. Итак, за Нет Немнет из Венгрии первый раунд был за вами. Да, это было так. 1-0. 1-0, да. Такой не совсем уверенный счет, но уверенный балл. Именно этот балл, если я его взяла, то я его ни в коем случае не могла отдать, ну, как сама. То есть она никак уже сравнять точно не могла счет, потому что если я уже беру оценку, то я беру. Потому что борьба была очень равная, соперница, она как бы достойная. Но вот то, что единственное, я сглупила, это третий период. Да, во втором я проиграла на своем же приеме, я сама же делала. Срыв был, движение. Да, срыв движения был как бы, она просто стояла, она вообще ничего не делала. Она просто здоровенькая, крепкая девочка, которая держит один захват и меня никуда не пускает. И как бы у нее была, собственно, такая тактика, и я могу сказать, что она молодец, она выполнила свою установку. То есть она пыталась просто не идти в контактную борьбу, стояла на месте, взяла меня в просто контролирующий захват, можно так сказать, и сводила по нулям. А как мы это подозреваем, что там могло быть, как у нас жеребовка, если два нуля идет, да, вот ноль-ноль счет. Тянется шарик, да, какого цвета вытягивается шарик, то ты берешь ногу. А естественно, если ты берешь ногу, это уже у тебя положение, это твое положение, твой захват, и ты делаешь прием. То есть уже просто это, мы просто довели до состояния жеребия, и все. Все определил жеребий. Да, это уже на пользу хозяевам, это уже более, конечно. Это уже 50 на 50, но, естественно, хозяева были венгры, и я все-таки с ихней землячкой боролась, и как-никак, ну, ничего страшного. То есть в других обстоятельствах это было бы ничем в вашу пользу. Может быть, может быть, но я думаю, что это, как бы, даже маскировка для следующих соревнований. Да, это такой толчок на будущее, что расслабляться не стоит, как бы, я, тем более, перешла в молодежный возраст, уже кадеты до свидания, как бы, а там борьба посложнее, покрепче, как бы, молодежь это уже огромное окно на взрослые, это, как бы, люди там очень опытные. Грамотные, грамотные, техничные, и как раз этот возраст именно налитых спортсменов, которые в самом высоку. Да. Вот, и я постараюсь, как бы, может, это была маленькая, как бы, маскировочка, то, что маленькая хрупкая девочка, которая боролась в 70 килограмм с весом 65, а те девочки гоняли по 5 минимум. То есть у нас был разрыв минимум как 7-10 килограмм между соперницей, ну, между мной и соперницей, вот, какой-либо. И, как бы, я думаю, что если я буду бороться в своей весовой категории по молодежи, то я буду тоже бороться неплохо. Так что, я думаю, вы меня еще не раз увидите, я вам это обещаю, и вы обо мне услышите, и очень хорошие вещи. Да, я так думаю. Итак, по итогам чемпионата мира женская сборная Украины занимает третье командное место, есть еще мужская. Константин, ваш воспитанник Сергей Пономаренко, мы знаем, что очень перспективный юноша, к сожалению, провел один бой на этом чемпионате мира, одну схватку с американцем, проиграл. Расскажите, пожалуйста, хронологию этих событий. Ну, в принципе, Сережа немножечко не восстановился, это первое, вот, ну, или неправильно, скажем, восстановился, потому что, как всегда, не хватает деньги на сутки раньше поехать, чтобы контролировать даже этот вопрос. И вечером нужно было мне вопрос более-менее щепетильно решать вопрос восстановления. Ну, естественно, на утро против американца, естественно, не хотелось именно с ними встречаться в первой встрече, потому что американцы очень хорошо дышат, или, скажем, очень хорошо готовы физически. И они, в принципе... То есть вам со жребием и здесь повезло. Да, да. И именно американцы дают сразу темп. Они никогда не останавливаются, они борются до последней секунды, и именно мужская сборная этими отличается. Всегда они до последней секунды сражаются и всегда в атаке. Мало вообще они переходят и никогда не отдают инициативу. Поэтому Серега должен был здесь быть готов, был именно в отношении выносливости на все 100%. Но, честно говоря, я как тренер даю оценку, он был готов на процентов всего лишь 50, восстановился. Поэтому, естественно, сватка затянулась также на три периода. И за пять секунд до конца, даже за четыре, он выигрывая 1-0, все-таки такое положение сомнительное, и он все-таки руку назад выставил. А когда рука выставляется назад, по правилам, судья экстракласса, конечно, оценивает это в один балл. И американец с ничейным счетом в третьем периоде 1-1 выигрывает в ничью по последнему движению. Есть такое правило. Естественно, американец дальше прошел, Серега его очень замучил в первой встрече, он замученным пошел, выложился, видно. Ну, я просто знаю, что где-то Серега еще нам, я даже верю в это, что по молодежи покажет ярче результаты, потому что не раскрыл он свой потенциал, я как тренер это считаю и надеюсь, и даже верю в это очень сильно, как тренер. Может кто-то и не верит, но я это верю, я вам даю слово, как тренер. И он вместе со мной здесь может это слово дать, что через год, даже будучи более маленьким по возрасту, по молодежи, потому что мы будем участвовать по 91-му еще пока году, по молодежи еще до Нового года, и после Нового года уже по 92-му, а он 94-го года, Сережа, как и Карина. И они будут как самые юные представители молодежной сборной в отношении, и я думаю, что там они уже сверкнут намного ярче. Мы маленькие. Вот, поэтому я знаю, Серегу это человек, который действительно настолько верит мне, и я ему настолько же верю, и я знаю, что этот человек действительно на слов ветер не бросает. Он как обещал, так и сделает. И его среди даже, можно так сказать, дворовых ребят очень сильно уважают, и он везде в авторитете в отношении именно дружбы. Он никогда, вот это самое главное для меня, Катерина, никогда то, что пообещал, не будет, говорится, бросать ветер носов. Всегда выполнить. И мне... Сидорист, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь вольной борьбой у Кастин Станкова? Девять лет уже. Уже девять лет. Почти десять. Когда вы стали двукратным чемпионом Украины, первый и второй раз? Ну вот в этом году. В этом году? Да, на отборочных чемпионату мира. Как вам было с Лавалье? Действительно тяжело, или вы считаете, что это просто ваш промах? Это мой промах, да. Считаю, что не восстановился, и как раз попал первую встречу на хорошего соперника. Считаю, если бы я восстановился, я лучший его был, да, это было точно. Это все говорили, видно было. Ну, из-за того, что я не восстановился, ну, вот как-то я не мог себя полностью раскрыть. Ну, и схватка так не вошла, не в мою сторону. Умеете забывать поражение в плане того, что не носить лишний груз? Да, это надо забыть, так как одна проигранная схватка дает 100 новых побед и настраивает на будущее. Какие ближайшие планы? Давайте пока не у Рио-де-Жанейро, а ставим этот вопрос на закуску. Самые ближайшие планы ваших подопечных? Сейчас ряд турниров по молодежи, где действительно будут собираться очень серьезные турниры. И в 2012 году именно, именно выволнует меня чемпионат мира по молодежи. Туда надо попадать прежде всего и там показать действительно. Но до этого чемпионата мира будет ряд действительно сложных турниров. Мастерские турниры. Именно все турниры действительно будут собираться лучшие из лучших, потому что по молодежи уже остаются только лучшие из лучших. Потому что те, кто по юношам, как правило, не прошел квалификацию и не выиграл чемпионат Украины или хотя бы в призах не был, естественно, ему сложно дальше идти по молодежи. Не падают духом и уходят. Как правило. И, естественно, тем более в нашей стране первый номер там еще как-то поддерживается. Второй, третий где-то может быть спонсорами, где-то поддерживается еще такое. Клубами, если что. А уже пятому номеру или дальше, десятому вообще не имеет смысла уже, потому как он действительно падает духом. И пятерку эту даже порой тяжело удержать. Удержать, чтобы все-таки чемпион зависит от этой группы пятерки, котла, который он воспитывается и добивается успеха. Но я надеюсь, что в этом году ряд турниров, они будут везде блистать. И мы будем вас оповещать, где мы выигрывали еще. Их очень много. До Нового года только их ожидает и Карина, и Серега. У Сереги три турнира как минимум, и у Карины как минимум два турнира до Нового года. И очень интересных турниров по молодежи. Они как международные, то есть приезжают и Россия, и Белоруссия, и Канада, и Япония. Могут быть и эти страны. Почему? Не исключено, потому что вот первое соревнование 30 сентября по молодежи в Коломы. Действительно собирается там серьезнейший и лучший состав, можно сказать, мира. Потому что спонсоры коломынские и действительно там Федерация Вольной Борьбы, и сам Эльбрус ТДФ представляет этот турнир в Коломы. И определенно этот турнир имеет большое значение. Победив на этом турнире, сравнивается как к неофициальному чемпионату Европы или мира. По молодежи только. И поэтому на этом турнире, если блеснем, значит, определенно мы уже там и очень рядом. Поэтому будем там надеяться, что все-таки они выступят отлично. Я могу сказать еще, что по молодежи турниры, если проводятся, то они финансируются очень хорошо. Да, мотивация хорошая. Да, тысяча долларов за первое место, я думаю, это нормальная. Это нормальная сумма. Потому что мы не против, мы за, мы вам желаем. Да, если бы уже молодежный возраст, почему я подчеркиваю, то есть это уже идет переход во взрослые, как бы, и дается понятие такое, что смотрите, ребята, вот молодежь, да, вот уже деньги. То есть учитесь, зарабатывая деньги, это тоже серьезнейшая мотивация жизненная. В спорте так было всегда, как бы люди становились великими иногда только потому, что выходили из простых людей. Константин, ну, последний, наверное, вопрос. Не за горами 2012 год, вы проведете свои турниры этого года, потом мы нарядим елочку, потом не за горами Олимпиада 2012 года, которая, ну, увы, скажем так, не слишком оптимистична для вольной борьбы Украины. Если кто-то выстрелит, дай бог. Мы проедем, и все, и начинается четырехлетний предолимпийский период Рио-де-Жанейро. Уже каким-то образом набрасываете себе планы, методику подготовки или еще очень сырые прогнозы на ближайшие четыре года? Ну, все-таки я повторюсь еще раз, что вот именно Рио-де-Жанейро, если рассуждать реально на будущее, это их соревнования по возрасту, вот, потому как по физиологии мы все знаем, что именно этот возраст расцветный является, после того, как переходят, то есть возраст 25 лет, это максимальный для спортсмена до 27 у мужчин, до 25 лет у женщин, это возраст максимальный, где действительно еще идет набор силы и мощи. Вам будет по 22, по 16 году. Ну, 22 года, я надеюсь и очень верю, что это тот тоже очень интересный этап, где реально также можно попадать, и просто до 27 желательно выступать. После 27 можно выступать, но мало мотивации в отношении физики, потому что уже организм идет на спад после 27 лет. Поэтому, к сожалению, у спорта век мал, и, как правило, мы должны смотреть реально на вещи, и они должны действительно в этом возрасте потрудиться до 27 лет, мотивацию ставить серьезнейшую, и после 20 лет уже реально метить на Олимпийские игры, потому что после 20 лет это уже переход во взрослую сборную. И, естественно, вот, уже все, 20 лет, я надеюсь, что надо раскрывать себя на всех парах, и они это доказывали. И поэтому мы надеемся, что именно в 22 года мы попадем на Рио, даже на Рио, потому что мы все будем, возможно, делать, чтобы туда попасть. И не просто попасть, взять оттуда обязательно медаль. Какого достоинства, но медаль. Но вообще надо вообще стремиться к максимуму, будем к золоту стремиться в любом случае. Спасибо вам большое, Константин. Вас хотим поблагодарить не только за результаты и не только за подопечных, это само собой разумеется. Благодарим вас за горячие и неравнодушные к вольной борьбе сердца. Мы знакомы много лет, и вы всегда переживали за каждый сантиметр, за отношения кого-то. Наверное, собственно, на этом сердце, на этом неравнодушии строятся те хорошие победы, которые могут быть в наше циничное время, тем не менее, антидоказательством цинизма. Спасибо большое вам успехов. Спасибо. Надеюсь, еще до Рио-де-Жанейры раз в 20 вас здесь увидят. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо. Одесса-спорт представляет о нашем спорте. Оперативно и подробно.